Депутаты Крыма проголосовали за вхождение в состав России. Законопроект представят Госдуме уже 11 марта. Американцы направили в Черное море эсминец Тракстон, говорят для учений. Об этом рассказывали федеральные каналы, а все, что касается событий Крымской района, только в наших главных новостях. Здравствуйте, я Наталья Харламова. Сегодня в нашем выпуске. Страница истории 11-х Паралимпийских игр свое имя вписал крымчанин. Срок ожидания оплаты долгов за газ сократился, и теперь поставщики голубого топлива смогут отключать его подачу неплательщикам уже через 80 дней. Куда податься рыбакам, где можно ловить рыбу? Буквально через несколько минут в Сочи начнется церемония открытия 11-х Паралимпийских игр. Уверены, она будет не менее грандиозная, чем на Играх Олимпийских. А в странице истории сочинской Паралимпиады уже вписал свое имя крымчанин Геннадий Скрябин. Прямо сейчас узнаем о том, как ему это удалось. Россия! Ребята, повернитесь сюда! Эстафету Паралимпийского огня в Краснодаре принимает крымчанин Геннадий Скрябин. Его кандидатуру выдвинула Ассоциация молодежных инвалидных организаций, с которой Геннадий Борисович сотрудничает со временем участия в автопробеге Москва-Сахалин. Дистанция на набережной Кубани намного меньше и проще, чем дорога до Сахалина, но чувства она вызвала особенные. Словами, говорит факелоносец, не передать. Дистанция совсем небольшая. Во-первых, дорога очень гладкая и ровная. Мне понравилось. Я бы, наверное, мог с такой поддержкой проехать намного больше. До Сочи? До Сочи. Наш факелоносец отказался от помощи, ехал сам. Не зря же он предварительно придумал и собрал специальное приспособление, которое позволяет вести огонь на коляске. Особенно порадовала Геннадия Борисовича поддержка совсем незнакомых людей. Они настолько тепло и громко встречали каждого факелоносца, что, я не знаю, просто гордость за наш народ, за себя, чувство ответственности вообще было на пике. Факелы формы участникам эстафеты Паралимпийского огня организаторы подарили. Выдали и сертификат, подтверждающий участие в этом знаковом событии. Геннадий Борисович уже собрал своеобразную летопись своего участия в события мирового масштаба. Листая эту папку, теперь он будет вспоминать одно из самых ярких событий в своей жизни. Вероника Ежова, Инна Ткач, Владимир Попов, телерадиокомпания «Крымский экран». Где-то сейчас на стадионе Фишт, чтобы посмотреть церемонию открытия Паралимпиады, уже устраиваются поудобнее школьники из Крымского района. Возможность участвовать в событии мирового масштаба они завоевывали в течение всего учебного года. Наша съемочная группа провожала их в Сочи и узнала, за что ребята получили право представлять Крымский район в столице Паралимпийских игр. Ученики 9 класса 66-й школы хутора Евсейского отправились в Сочи. Они станут участниками второго Всероссийского младежного спортивно-образовательного форума «Здравствуй, Сочи» и свидетелями церемонии открытия Паралимпийских игр. В нем примут участие юные спортсмены со всех регионов России. Это поездка, награда за победу в районном конкурсе. Мы участвовали среди 32 школ. Это связано было с ориентированием, это на ловкость, на эрудированность, на интуицию. То есть ребята наши заняли второе место, но мы готовили очень шикарную программу для того, чтобы поехать в Сочи. И у нас был самый лучший альбом вот по итогам этого соревнования. Надо отметить, что к конкурсной работе ребята подошли творчески. Мы решили сделать как такой наподобие макеты Олимпийского огня, сделать такой же факел. Его сделали из дерева, сделали также белым, как с вырезом, с красным. И с ним мы бегали от центра поселка Южного до нашей школы. То есть у нас было более 10, может даже 15 километров расстояния, которое мы пробежали. Впереди у ребят 5 дней в столице зимних паралимпийских игр, посещение соревнований в Олимпийском парке и на Красной Поляне, а также встречи с чемпионами и выдающимися спортсменами России. Наталья Корня, Инна Ткач, Владимир Попов, Селерадиокомпания, Крымский экран. Здесь, в Крымске, мы, конечно, тоже будем болеть за российскую сборную. Надеемся, что паралимпийцы выступят не хуже героев Олимпиады. Свидетелями их побед стали крымчане, которые работали в Сочи во время Олимпийских игр. Своими впечатлениями они поделились с Инной Ткач. У фельдшеров крымской скорой помощи обычный рабочий день. Вызов, помощь больному, возвращение на базу. Жизнь вошла в обычную колею. А буквально пару недель назад Людмила и Марина работали в Сочи. Гостей с самым разгаром Олимпийских игр было столько, что на помощь сочинским медикам приехали медработники со всей Кубани. Нам помогали и волонтеры, молодцы. С иностранцами проблем не было, потому что были переводчики. Нам не было такого, и обращений было немного. В основном обращались наши, кто, грубо говоря, волонтеры, все, кто заболел, простыл. Но как бы таких серьезных вызовов у нас не было. Марина работала на подстанции Фишт. Людмила в горной деревне на Красной Поляне. Соревнования девушкой посмотреть не удалось. В это время они, как правило, дежурили у машин, которые находились у входов в спортивные объекты. Но с известными спортсменами удалось пообщаться и даже сфотографироваться. Замечательно отработали. Я приехала домой с кучей впечатлений. У меня до сих пор такое настроение еще. Я даже своим родственникам, всем своим близким рассказывала. Вся под впечатлением. И фотографии показывала, и видео показывала. Ну, я довольна, что я съездила, попала. На одной трибуне с Ириной Родниной и известными телеведущими находился и крымский хирург Виталий Хазай. Это было как раз в тот знаменательный день, когда взяли золото, волосожар и троньков. Атмосфера очень дружелюбная. Все улыбаются друг к другу, все хотят общаться, идут на контакт. Нет таких, чтобы кто-то был с кислой физиономией, еще чем-то был недоволен. Все довольны, все улыбаются, все общаются. Ну, прекрасно. Виталий Иванович работал на стадионе «Айсберг» во время тренировок и соревнований фигуристов, а также на шорт-треке. Работы было немного, но груз ответственности не давал расслабляться. Один раз пришлось применить, но это было такое легкое действие. То есть нужно было наклеить лейкопласты на порезанную руку. Во время прыжков, своей программы, фигурист порезал руку коньком. Не то, что порезал, а поцарапал. Вот и все. Это было самое максимум и единственное, что нужно было применить из своих медицинских знаний. Любое падение, которое заставляло, конечно, встать, посмотреть, подойти к борту, увидеть, что он действительно встал. Там их тренеры, конечно, они в случае чего сразу нам дают команду, спортсмены, если он не может сам справиться. Ну, такого не было, к счастью. Естественно, да, переживали, волновались. Переживали – зря. Отработали наши врачи и фельдшеры на отлично. Сочинские Олимпийские игры – уже история. И в этой истории есть немалая доля труда и наших медиков-крымчан. Марина Андрес, Инна Ткач, Анатолий Мажухин, телерадиокомпания «Крымский экран». К другим темам. Срок ожидания оплаты долгов за газ сократился. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление правительства. И теперь поставщики голубого топлива смогут отключать его подачу неплательщикам уже через 80 дней. С момента истечения срока оплаты они через 130, как полагалось ранее. Мои коллеги встретились со специалистами межрегион газа и выяснили все подробности. Неоплата за газ грозит его отключением. Голубого топлива россияне могут лишиться за свой двухмесячный долг. С 1 марта 2014 года вступил в силу новый закон о сроках оплаты. Если ранее поставщик отрезал газ, либо ставил заглушку за неоплаченные 90 дней, новые поправки в законе дают ему право уже через два месяца в одностороннем порядке приостанавливать исполнение обязательств. Прошло два месяца. Мы направляем письменно уведомление. Сейчас это будет происходить через почту России. Письмо заказное с уведомлением, что через 20 дней к вам прибудет бригада. В том случае, если вы не погасите ту задолженность, которая у вас образовывала. Через 20 дней приедет бригада, специализированные организации, в нашем случае Крымск райгаз, с представителем межрегион газ для того, чтобы отключить газ. Так, в прошлом году по истечении трехмесячного долга без голубого топлива остались около 4 тысяч жителей Кубани. В 2014-м та же участь постигла еще 150 человек. По информации Минэнерго России, задолженность населения за поставленный газ по состоянию на 1 декабря 2013 года достигла 45 миллиардов рублей. Около 63% всей задолженности приходится на субъекты Северокавказского федерального округа. Для стабилизации ситуации и были внесены поправки в законодательство. К новшеству крымчане отнеслись положительно. Потому что надо платить вовремя. Всегда платим вовремя, а куда деваться. Закон есть закон. Я привык своевременно платить, поэтому я не могу сказать, что это плохо. Поэтому я привык постоянно своевременно платить. Поэтому я считаю это нормально. Если вы все же оплату задержали как минимум на два месяца, лучше сразу прийти с повинной. Ведь в случае отсутствия средств специалисты даже предоставят рассрочку. Форс-мажоры бывают. Тогда подписывается соглашение в рассрочку. То есть абонент согласен платить, но не может, например, всю сумму сразу заплатить. Тогда составляется договор, что платежа в рассрочку. Два-три месяца. Как говорится, скупой платит дважды. В случае прекращения газоснабжения, для его возобновления, помимо 100% погашения суммы задолженности за потребленный газ, абоненту необходимо будет оплатить стоимость работ специализированной организации по отключению и подключению газораспределительной сети. Одним словом, платить за газ вовремя – это не только обязанность абонента, но и более выгоднее, чем копить долги. Марина Андрос, Александр Недобешкин, телерадиокомпания «Крымский кран». Аграрии района к весне готовы. В числе первоочередных работ, которые они сейчас выполняют, подкормка озимых колоссовых культур азотными удобрениями. На полях Крымского района работали и наши корреспонденты. На полях Крымского района в полном разгаре весенние полевые работы. В фирме «Агротехинвест» Аграрии интенсивно начали подкормку почвы. А зимым сортам – пшеницы. А этой культуры в хозяйстве более 1 тысячи гектаров. После зимних месяцев необходимо набраться сил для дальнейшего роста. В ход идут аммиачная селитра и азотные удобрения. Состояние на данный момент зимы поля – 80% ушли в зиму, то есть фаза кущения, состояние неплохое, ну и 20% – начало кущения. То есть по этому полю видно, в каком оно состоянии. Сейчас на данный момент ведутся подкормки. Замглавы района Виталий Пархоменко осмотрел и ряд других крымских хозяйств. В Крымском районе озимых посеяно почти 19 тысяч гектаров. А прогнозом специалистов – в нынешнем сезоне урожайность будет выше года предыдущего. Сегодня подкормлено уже более 15 тысяч гектар. Это составляет около 80% на всей площади. К 8-10 марта мы планируем завершить первую подкормку. И числа с 15 марта приступим ко второй подкормке. Хочется отметить положительно то, что сегодня практически во всех хозяйствах, как крестьянско-фермерских, так и крупных хозяйствах, сегодня есть полностью понимание у руководителей хозяйств, у главных агрономов, у инженеров. Сегодня все обеспечены полностью минеральными удобрениями. В ближайшее время, как только позволят погодные условия, начнется сев ранних яровых культур – гороха, овса, ячменя, яровой пшеницы и озимых трав. Наталья Корня, Владимир Попов, телерадиокомпания «Крымский экран». К весне готовятся и крымские городские улицы. За ходом работ по наведению санитарного порядка руководитель района следит лично. Наталья Корня продолжит тему. В ближайшем времени центральную часть города ждут грандиозные изменения. Совсем скоро архитекторы приступят к реконструкции парка имени Тельмана. Планируется расширение некоторых главных улиц города, возведение ливнеотводов и многое другое. Как идет подготовка к предстоящей стройке, смотрел глава района Анатолий Разумеев. Вот это вообще, как лапа, убрать вообще, здесь ничего вообще не открывалось, не закрывалось. В планах районных властей обновить облик зданий, где расположены торговые точки, магазины и кафе. Посмотрел глава района и самые отдаленные места города. А улицей Луначарского расположено много объектов торговли. Подъезд к некоторым магазинам и станциям техобслуживания находится в ужасном состоянии. Анатолий Разумеев дал указание привлечь нерадивых хозяев к административной ответственности за несоблюдение санитарных норм и правил благоустройства. Вот смотри, что он здесь творит. Это раз. Во-вторых, смотрите. Во-вторых, он вот здесь вот перерывает какую-то яму выкопал. Куда она выходит, сюда или туда идет. На улице Новороссийской идет строительство торгового центра. Для того, чтобы объект соответствовал всем нормам стандарта, руководителю предложили обустроить подъездные пути и парковочную зону. Если вот здесь в машине ставить, остановиться нельзя, вот здесь машина, значит должно быть либо сеновка, либо должен стоять парковка. Другого не может быть. Внутренняя территория стадиона «Витязь» сейчас тоже реконструируется. Бригада строителей монтирует тротуарную зону и заканчивает оформление игровой площадки. В завершении объезда Анатолий Разумеев подвел итог. Цель и основная задача – это определение слабых мест в вопросах наведения санитарного порядка и благоустройства. Я думаю, что вот такие еженедельные обходы, они позволяют всем специалистам и городской администрации, и районной администрации еще лучше и более четче понимать ту задачу, которую мы ставим сегодня в вопросах наведения санитарного порядка и благоустройства. Надеюсь, что с наступлением благоприятных погодных условий вот эти все наши обходы, походы перейдут в практическую плоскость. И вот те объемы и те мероприятия, которые мы сегодня в результате обхода намечаем, они начнут реализовываться. Наталья Корня, Александр Недобешкин, Владимир Попов, телерадиокомпания «Крымский экран». Выплата заработной платы является одной из основных обязанностей работодателя. Однако не все руководители предприятий заботятся о своих сотрудниках. Что делать и куда обращаться, если вы не получили свои кровно заработанные, расскажет Наталья Корня. Если два месяца не платишь зарплату, рискуешь угодить за решетку. Прокуратура по Крымскому району утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя одной крымской строительной фирмы. На предприятии злостно уклонялись от выдачи кровно заработанных. С мая месяца по июль месяц не выплачивалось зарплату шести гражданам Крымского района, в связи с чем образовалась задолженность более полумиллиона рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Крымский районный суд для рассмотрения по существу. Данный гражданин будет включен к уголовной ответственности. 456 тысяч рублей составила задолженность перед работниками строительной организации. Имея на счетах предприятия денежные средства, директор использовал их для расчетов с поставщиками, а также на иные цели. В настоящее время работодатель погасил задолженность в полном объеме. Как правило, нерадивые у нас работодатели запугивают людей, что мы вас уволим, поэтому люди боятся идти. Поэтому, если вам являются такие факты, вы всегда можете обратиться в прокуратуру или в Государственную инспекцию труда, если кто не выплачет заработную плату. В соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации, не выплата заработной платы влечет за собой не только административную и уголовную ответственность, но и дисквалификацию нерадивых руководителей. Наталья Корня, Марина Лебонда, телерадиокомпания «Крымский экран». В четверг Крымская школа номер 24 встречала почетных гостей. Они приехали для того, чтобы принять участие в важном и знаковом событии. Некоторые подробности исторического события прямо сейчас. Герои Советского Союза, России, кавалеры боевых орденов и ветераны воин в Крымской школе номер 24 – частые гости. На 6 марта они приехали по особенному случаю. В этот день школа имени легендарного летчика Александра Покрышкина открывала музей воинской славы. 6 марта трижды Герою Советского Союза маршалу авиации исполнился бы 101 год. Носить звание Героя Советского Союза, а иметь на территории школы музей и бюст – это почетно и, наверное, еще более ответственно. Я хочу, дорогие ребята, всех вас поздравить с этим замечательным знаковым событием в жизни вашей школы, в жизни каждого из вас. Пожелать вам успехов в учебе, пожелать вам успехов в личной жизни и пожелать вам быть достойными подвига наших героев. Гости подарили школьникам лучшие книги об Александре Покрышкине, а представители Калининской школы, которая уже 16 лет носит имя Героя – уникальные документы. Почетное право открыть музей получили глава района Анатолий Разумеев и герой Советского Союза, командир авиационной дивизии Сергей Борисюк. В музее несколько экспозиций. Одна из них посвящена летчику Героя, другая – девушкам из 46-го гвардейского ночного бомбардировочного полка. Есть стенды о других летчиках, которые сражались в небе Кубани, о малолетних узниках фашистских концлагерей, о детях войны. Создать этот музей школе помогли общественные организации «Боевое братство», районные и городские власти – Крымский совет ветеранов. Но, конечно, идея не могла быть реализована без огромной патриотической работы педагогов, желаний и интереса самих школьников. Ребята рассказали гостям, что проводят большую поисковую и исследовательскую работу. Ее результаты уже можно увидеть в музее. Юные покрышкинцы пообещали, что экспозиция будет постоянно пополняться. Это мы делаем в память о тех, кто сражался за родину и во имя тех, чья жизнь только начинается. Это наши дети, дети – наше будущее. Они должны знать правду о войне, знать своих героев. И мы планируем, чтобы наш музей стал методическим центром по военно-патриотической работе. Гости высоко оценили работу, которую проводят школьники и педагогический коллектив, отметив, что без патриотизма невозможно создать сильную державу. Вероника Ежова, Инна Ткач, Анатолий Мажухин, телерадиокомпания «Крымский экран». На территории Кубани действуют ограничения на рыбалку. Связано это с тем, что до конца весны рыба идет на нерест. Как быть любителям рыбалки в этот период, выясняла Вероника Ежова. Рыболовам запретили ловить рыбу. Председатель правления Крымской районы Организации охотников и рыболов, Эдуард Лукашев, согласно правилам рыболовства, обозначил места, где лучше не попадаться на удочку рыбонадзора. Ведь нарушителям грозят солидные штрафы и уголовная ответственность. С 1 марта по 31 мая во всех водоемах, во всех лиманах Кратаданского края рыбалка запрещена. В устье рек Адагум и Абин, которые впадают в Наменское водохранилище, и 500 метров от сбросного варнавинского сооружения. По периметру варнавинского водохранилище с берега и также в черте Крымского района по реке Кубань можно ловить поплавочной удочкой. Однако для любителей порыбачить все же есть зоны, где запреты на рыбалку не действуют. Это часть лимана в Темрюке и нерестовое хозяйство подходного канала в станице Бреньковской. На территории Крымского района разрешается ловить рыбы поплавочной удочкой и на реке Кубань, и в частных прудах. В остальных местах рыбалка будет являться нарушением, за которое предусмотрен штраф от 1000 рублей. Для того, чтобы нашим любителям рыбалки не попасть в просаг, прежде чем выехать, пускай придут к нам. Я дам телефоны районных общих, Славянского, Темрюкска, Примарагахтарского. Они узнают, какие лиманы, где. И тогда без всяких, как говорится, червятых посредствий люди могут выехать и отдохнуть. Подробную информацию о запретах и возможностях рыбака можно найти в приказе номер 293 о подтверждении правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Вероника Ежова, Владимир Попов, телерадиокомпания «Крымский экран». В Крымске горожане пресекли случай бесцеремонного обращения с животными. Конфликт между докхантерами и местными жителями произошел в районе консервного комбината с места событий Наталья Корня. Собака – друг человека, но не для всех. Некоторые братьев наших меньших воспринимают иначе. Порой четвероногие пугают прохожих, и в городскую мэрию все чаще поступают жалобы на бродячих псов. Однако контроль за ними не входит в компетенцию муниципалитета. Поэтому по инициативе городской администрации и был заключен договор с одной краснодарской организацией, которая проводит отлов бездомных собак и кошек, тем самым делая улицы города немного чище. Ведь не все бродячие псы так милы, как кажется на первый взгляд. Администрация крымского городского поселения поступает письменное обращение со стороны жителей нашего города, которые просят, чтобы мы привели отлов безнадзорных животных, которые находятся на территории города. Потому что эти животные нападают на детей, нападают на почтальонов, не дают работать. И жители обеспокоены безопасностью своей жизни. Поэтому заявление эти поступает. Мы заключили договор с индивидуальным предпринимателем Колосовой, это фирма, которая находится в городе Краснодаре. Она работает на всей территории Краснодарского края. Значит, на проведение вот этой работы. В районе консервного комбината «Крымский» ранним утром бригада по отлову животных, так называемых «догхантеров», усупила нескольких собак. По понятным причинам, такие действия вызвали негодование защитников братьев наших меньших. Произошел конфликт, который привел к проколотым шинам, разбитому стеклу и массе негативных эмоций. Отлов должен производиться не на глазах малолетних. Отлов, но не отстрел. Отстрел запрещен вообще. Отлов в целях передачи владельцам, оказавшихся в этот момент безнадзорным домашним животным, и временное содержание. Причем ни с помощью технических средств, ни препаратов не допустить ущерба здоровью и гибели животных. С конца 90-х годов в России по предложению зоозащитников была введена программа стерилизации животных, после чего самки возвращаются в места своего прежнего обитания. Однако с 2008 года эту программу свернули, и животных стали отлавливать безвозвратно. В каждом городе страны проблема оброшенных бездомных собак стоит довольно остро. Крымск, увы, не исключение. Сейчас крымский межрайонный прокурор поручил правоохранительным органам провести проверку по данному факту и разобраться в виновности и причастности лиц к отстрелу безвинных животных. Крымской межрайонной прокуратуре дано поручение в ОМВД России по Крымскому району для проведения проверки по факту усыпления животных в городе Крымске хозяйствующим субъектом. Кроме того, дано поручение проверить законность действий граждан, которые препятствовали данным действиям. По результатам проведенной проверки будут представлены все документы в Крымском межрайонной прокуратуре, после чего будут делаться выводы Крымской межрайонной прокуратуры. Кроме того, будет рассмотрен вопрос принятия всех достаточных мер сотрудниками полиции. Собака и правда бывает кусачей, но только от жизни бродячей. Согласно этой поговорке нельзя забывать и о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. Наталья Корня, Александр Недобешкин, Террорадиокомпания «Крымский кран». Охрана первоцветов – дело каждого из нас. На территории края стартовала всекубанская акция «Первоцвет». Школьники Крымского района приняли в ней самое активное участие – на экскурсию в лес. Вместе с воспитанниками детского эколого-биологического центра отправилась и наша съемочная группа. На Кубани стартует акция «Первоцветы». Во всех общеобразовательных учреждениях края проходят открытые уроки, посвященные охране окружающей среды и лесной природы. В Крымском эколого-биологическом центре воспитанники младших классов свои занятия проводят на природе в лесном массиве. «Это чтобы сохранить первоцветы, так как многие из цветов занесены в Красную книгу. И вот варварское отношение к ним привело к тому, что многие цветы, которые произрастали у нас в Краснодарском крае, вот исчезли. Поэтому у нас даже есть кружок «Юный цветовод». Вот они обо всех цветах изучают, и в частности об этом». На лесной поляне близ посёлка Саукдере школьники во время похода обнаружили целую поляну весенних цветов. Здесь уже начала просыпаться природа от зимней спячки. Из-за прошлогодней листы показались первые цветы – фиалка и примула. Эти растения занесены в Красную книгу и охраняются законом. Для их благоприятного роста школьники расчистили территорию вокруг каждого цветочка. «Мы сегодня нашли примулу в лесу. Она занесена в Красную книгу. Цветы и деревья нужно очень сильно беречь, чтобы их никогда не мяли, не ломали». Первоцветы – символы весны и пробуждения природы. Конечно, они привлекают людей, и многие идут в лес, чтобы собрать букет. При этом повреждаются подземные части растений, и будущей весной первоцветы на этом месте уже не вырастут. Сами же букеты вянут уже через несколько часов после сбора, поэтому рвать первоцветы крайне нежелательно. Участники акции приготовили еще и листовки с призывом «Не рвать лесные цветы, не губить природу». «Мы были в лесу, и мы видели там первоцветы. Мы вам хотим сказать, что нельзя рвать первоцветы и защищать цветы, которые занесены в Красную книгу». «Хорошо, обязательно. Спасибо». Наталья Корня, Александр Недобешкин, телерадиокомпания «Крымский экран». В эти дни прекрасная половина человечества принимает поздравления. С днем весны любви и цветов поздравили и женщин Крымского района. В преддверии весеннего праздника 8 марта в стенах социально-культурного центра состоялся концерт. Здесь выступали лучшие творческие коллективы города и района. «Я хочу тебе подарить дни красоты». В концертном зале было многолюдно. Здесь прекрасная половина человечества с удовольствием принимала поздравления. В честь милых дам с торжественной речи выступил глава района Анатолий Разумеев. «Я хочу всех вас, дорогие женщины, поздравить с наступающим праздником, пожелать вам простого человеческого семейного счастья, пожелать вам любви и внимания ваших детей, радости от присутствия рядом с вами ваших родителей, пожелать вам успехов в работе, пожелать вам хорошего настроения, пожелать вам мирного неба над головой». Всем представительницам прекрасного пола подарили яркие тюльпаны. Эмоций на лицах счастливых женщин не сосчитать. Здесь блеск в глазах, восторг и радость. Можно сказать, праздник удался. Вероника Ежова, Владимир Попов, телерадиокомпания «Крымский экран». Такой насыщенной была уходящая неделя. Вместе с вами, уважаемые телезрители, мы следили за олимпийскими событиями, радовались успехам крымской молодежи, следили за санитарным состоянием городских улиц. Выясняли, где сегодня можно рыбачить. Впереди еще немало событий, новых информационных поводов для наших встреч. На этом я прощаюсь. С вами была Наталья Харламова. Обязательно увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok